Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 июля и судя по календарю у нас лето, но судя по погоде у нас так очень прохладненько, ночи холодные. И в связи с этим очень много приходит комментариев. Есть еще хуже ситуации, чем у нас. Короче, лето нынче не удалось. У многих была вот такая затяжная холодная весна с заморозками. Высадили поздно, томаты мало завязались, а сейчас уже идет вот такой прогноз, какое-то арктическое похолодание. И люди боятся, что то, что не дозрело, еще и замерзнет. И вот это сейчас самая актуальная тема наравне с фитофторой. Фитофтора тоже очень важна. Но как сохранить томаты, когда они еще... Вот смотрите, если человек поздно высадил, и у него еще недостаточно завязалось кистей, вот одна, вторая, третья кисть завязалась, а четвертая, возможно, еще вот такие вот пуговки висят какие-то, или может быть даже цветет, а ему передают прогноз, что через неделю уже будет похолодание до пяти, до трех. Всех интересует, какая температура. Ну, до пяти еще могут быть открытые томаты, но если будет меньше пяти, три градуса, два градуса, ноль, и если еще, не дай бог, минус один или минус два, конечно, томаты в открытом грунте, они обязательно морозом их прихватят, и все эти цветочки, и все эти пуговки, они погибнут. Вот как сохранить, что делать в этом случае? Многие же, как говорят, мы сейчас будем снимать зеленью. Хорошо, если есть что снимать зеленью, а если нет? И еще есть такие ситуации, я вот в прошлом году рассказывала, меня один раз вот так заморозком напугали, я взяла все-все, обснимала в ящике, везде под кровать и положила, но заморозок был всего один раз, ну как один день, и был небольшой, и локально, местами, вот у кого-то подмерзло, у кого-то не подмерзло, и если бы я не сняла вот эти зеленые томаты, потом еще был месяц целый, потому что у нас же впереди еще август, и вот у меня в том году был месяц целый, еще теплый, и люди, которые не побоялись, они сняли томаты, они еще получили, у них созрело на кустах, а у меня вот эти зеленые лягушата под кроватью квакали, лежали. И вот если человек не хочет снимать, и если ему нечего снимать, и он надеется, что может быть еще что-то завяжется, тут есть один способ, он очень трудоемкий, но он иногда помогает. Некоторые люди делают, укладывают назад томаты, вот мы когда томаты высаживаем, у нас же нет ни опоры, ни шпалеры, ни колышка, они первое время у нас, если большие, они как люжи лежат, потом мы их поднимаем, и вот сейчас нужно делать все так же, только в обратном порядке, убирать коле, убирать веревки, и осторожно томаты раскладывать. Но так как осень, у нас холодно, сыро, то место, куда вы будете раскладывать, лучше застелить. Можно использовать весенние вот эти ткани, которыми мы укрываем, агроткань хоть черная, хоть белая, вот мне женщина писала одна, мы, говорит, просто на дорожку расстилаем вот это полотно, все отвязываем от колышков, и вот так вот их прям укладываем лежа. И тогда, в случае мороза, их можно просто накинуть опять, или вот этим, второй половинкой этой ткани, или другой прикрыть сверху. И этого бывает достаточно, потому что обычно вот первые вот эти похолодания, первые морозы, люди от роз, от холодных роз так оберегают свои томаты осенью. Есть у кого-то в августе такие розы, которые почти так же, как морозы, ассоциируются. Ну, такого же действия. На ночь укрывают полотном, днем открывают. На ночь укрывают, днем укрывают. Конечно, все это трудоемко, все эти вот эти способы, это лишние хлопоты, лишние трудозатраты. Но есть такие ситуации, когда действительно не успели завязаться, не успели созреть томаты. И вот этот вот период арктического похолодания, возможно, он будет всего 3 или 5 дней, потом будет опять тепло, и даже лежа томаты у вас могут еще вызреть и могут завязать новые плоды. Я сразу понимаю, что этот метод подойдет не всем, но у кого, например, не очень много. Если у вас там 20 или 40 томатов, я вот свои никогда так не делаю, потому что, вы представляете, 2000 томатов отвязать, которые я уже только что закончила привязывать, и у меня привязаны некоторые по 3, по 4, по 5 раз подвязок. Я их потом отвязываю в течение месяца, мне никак все это оперативно не сделать. Но если томатов всего 20 или 40, и если вы хотите, чтобы они еще немного, то есть продлить им жизнь, то этот метод вполне подходит застелить, уложить и на ночь закрывать. Можно закрывать просто даже одеялами или покрывалами, какими-то старыми. Люди используют все, и старые курточки свои, старое постельное белье, полотенце. Все, ну не будем весь ассортимент называть укрывочного материала. Я знаю, что у каждого огородника его очень-очень много. Я вот эту тему на этом заканчиваю. Если кто-то хочет сохранить свои томаты подольше, то можно, конечно, найти способы. И сейчас я буду, следующий тоже сопряжено с этим же тема. Можно ли собирать семена с зеленых томатов? Потому что есть у кого-то вообще томаты не вызрели, полностью спелых нет, а уже идет холод. Все, до свидания. Следующая тема будет чуть позже. Продолжение следует...